Всем привет! С вами ВВ. Четвертый день после глобального запуска в игре слайм и сикай меморис прошел весьма отлично. Экспериментирую в игре и ищу как лучше сделать. Бывает, что безуспешно, но я все-таки пробую. С вами делюсь тем, что является, так сказать, лучшим из моего опыта игры. Ну а за мои старания вы можете поблагодарить меня простой подпиской на канал. Спасибо! Мы начинаем обзор четвертого дня игры. Первым пунктом я обозначил перековка, где взять 206 тысяч мощи. Вот проблема, которая мочит игроков. В дневнике по третьему дню игры мы рассмотрели один из способов увеличения мощности отряда, связанный с кузницей. Рассмотрим еще один. При ковке экипировки есть одно но, которое не озвучивал ранее. Если присмотреться, то у каждой вещи есть диапазон характеристик. Естественно, нам нужно самое большое число. Но не всегда так получается. А тратить кучу ресурсов на создание вещи с самым большим показателем не всегда выгодно по ресурсам. Для этого в игре есть дополнительная функция, она называется переков. При этом вы можете использовать базовые ресурсы. При каждой перековке повышается число звездочек. Как только оно дойдет до максимального, ваша вещь будет улучшена до максимальных показателей характеристик. Но бывает и такое, что показатели вырастут до полного заполнения шкалы звезд. Вот такой вот удобный способ улучшения показателей экипировки есть в игре. Буз дает маленький, но все-таки дает и мы приближаемся к заветной цифре в 206 тысяч. Нам сейчас даже копейки мощи отряда важны. Пользуйтесь перековкой и перековывайте все вещи, у которых изначально были минимальные характеристики. Вторым пунктом обозначил фарм магических камней. Сегодня прям в погоне за силой отряда. Самый хороший буст отряду по мне дает прокачка магическими камнями. Здесь можно улучшить защиту, здоровье, атаку, время строительства и улучшить секретный навык. То есть в прокачке камнями улучшаются все характеристики персонажа. На ночь скупаю энергию, даже за кристаллы, и ставлю на параллельную обработку фарм камней одного цвета. С днем тоже этим увлекаюсь, что советую и вам. Да и вообще, по мне, лучше параллельную обработку юзать постоянно, когда вне игры. Так что не пренебрегайте фарм магических камней, и мы все ближе и ближе будем к 200 тысячам мощи отрядов. Третьим пунктом обозначил уменьшение времени фарма в темпесте. У меня вчера возникла такая проблема, что мне и хватало золота. Банальная такая проблема, конечно. Просто я все стараюсь строить вовремя и все делаю по откату, и у меня золотишко маловато становится. Поэтому я задумался, как же уменьшить время фарма в темпесте золота, допустим, в ресторане. Разработчики продумали даже такой легкий момент. В большинстве игр низшие по редкости персонажи считаются мусором, а тут им дали неплохой буст. Трехзвездочные персонажи дают большой бонус ко времени строительства. Вот, точнее, ко времени фарма. Вот сами посмотрите, при прикреплении персонажа трехзвезд, время фарма уменьшается. Таким образом, можно сконцентрировать трехзвездочных героев на определенном здании и получать продукты быстрее. В начале игры это играет малую роль, в дальнейшем может сыграть большую роль. Так что трехзвездочные герои и не такой уж хлам, как кажется. А теперь представьте, если им вкачать камни, то время производства ресурсов станет еще меньше. Но это уже на более позднюю игру. Четвертый пункт. Каждому по своей стихии. Сегодня прямо одни разговоры про мощность героев. Чем-то мне некоторые механики напоминают игру Кунасуба. Видео по этой игре есть на моем канале. Тут тоже такая же песня с помощниками. Только не копии дают большой бонус. Тут дается лучший бонус при подборе помощников чуть по-другому. К каждому герою в помощнике для получения большего буста нужно ставить героя той же стихии, что и основной. Так что, мальчики и девочки, оптимизируем наши отряды по этому правилу. И мощность 200 тысяч уже не будет такой заоблачной. А если вы еще помощников бустанете по полной, то будет вообще прелестно. На этом четвертый день закончен. Понимаю, что из всех четырех видеодневников можно взять лучше и составить большой видос по совету. Примочкам игры, без водички. Этим в принципе я и займусь после недельки другой игры. А пока играем, экспериментируем, развиваемся и делимся опытом. Нажмите кнопку подписаться. Если еще не сделали это, нажимайте на колокольчик. Пока-пока. Продолжение следует...